Добрый день! В эфире Явунг ТВ. У нас в гостях ведущий научный сотрудник Института международных исследований ГИМО, директор лаборатории анализа международных процессов Николай Юрьевич Силаев. Добрый день, Николай Юрьевич! Добрый день! Спасибо, что приняли наше приглашение и пришли в нашу студию. Спасибо вам! Николай Юрьевич, сегодня Армения отмечает 30-летие своей независимости. В то же время в этом году исполнилось 30-летие развала Советского Союза. В связи с этим интересна ваша оценка. В свое время, когда Союз распадался, разваливался, было воодушевление со стороны новообразовавшихся независимых государств в связи с независимостью. И в Советском Союзе, в России было ощущение того, что только Россия на себе тянет все остальные республики. Сейчас, 30 лет спустя, многие республики почувствовали на себе всю ответственность и тяжесть этой независимости. И в самой России уже, насколько мы понимаем, двоякое отношение. И все же, кому было тогда выгодно, вот развал выгоден кому был. И сейчас в самой России есть силы, которые считают, что по-прежнему не стоит в очень глубокую интеграцию с прежними союзниками входить, потому что опять Россия потянет на себя. Кому вот, что это за силы, и тогда и сейчас? Это очень большой вопрос. И мне будет трудно на него ответить кратко. На мой взгляд, и тогда отношение к распаду Советского Союза было более сложным. И сейчас к его наследию отношение сложнее. Тогда для многих советских республик Беловежские соглашения, которые, кстати, состоялись позже, не состоялись в декабре 1991 года, были шоком. И это был совершенно не тот исход, которого они хотели и которого они ждали. И который для них связывался с какими-то большими преимуществами. Очень многие были не готовы, очень многие политические элиты бывших советских республик были не готовы к тому, чтобы быть независимыми. Что касается отношения в России, да, и в годы перестройки, и в годы после распада Советского Союза было, существовало мнение, что Союз был для России обременительным. Но и тогда, в 1991 году, была большая позиция распада Советского Союза. Достаточно вспомнить 1993 год, достаточно вспомнить успехи коммунистов на выборах. Потому что коммунисты призывали восстановить Советский Союз. А что касается того, что есть сейчас, ну, это сформулировал когда-то президент России Владимир Путин. На мой взгляд, очень точно, кто не жалеет о распаде Советского Союза, того нет сердца. А кто жалеет о восстановлении в прежнем виде, того нет ума. И в России есть ксенофобские настроения, как в любой стране мира. Но не эти настроения определяют политику интеграции. И они не влияют на политику интеграции. Потому что очевидно, что, ну, для тех, кто не мыслит там логикой поста в Фейсбуке, очевидно, что увеличение совокупного коллективного рынка внутри Евразийского экономического союза, облегчение движения людей, денег, товаров по этому пространству, это то, чего выигрывают все. Это то, что дает более сильный переговорный рычаг при международных дискуссиях о тех или иных условиях торговли, инвестиций или чего-то еще. Так что, во-первых, никто не говорит о восстановлении Советского Союза. А во-вторых, у интеграции, в которой участвуют Россия и Армения, в том числе, есть своя повестка, которая не обращена в прошлое в виде распада Советского Союза, обращена в настоящее и будущее. В этой связи мы видим, что процессы на евразийском пространстве, они направлены на углубление интеграции. Это и Евразийский экономический союз, и союзное государство Беларусь и Россия. Сейчас мы видим, что уже расширяются вопросы, тема, по которым будет углубление. Вы знаете, что в Армении также есть движение, которое выступает за вступление в союзное государство вместе с Россией. Заинтересована ли Россия в расширении формата интеграции в виде союзного государства с бывшими советскими республиками, с Арменией? Вот если мы возьмем два слова «союзное государство», то мы здесь вряд ли что-то объясним. Потому что действительно союзное государство России и Беларуси есть, вопрос в том, каким содержанием оно наполнено. И большие опасения и с российской, и с белорусской стороны, связанные с тем, что у нас вот эта оболочка есть в виде союзного государства, наполнения ей не хватает. В этом отношении, наверное, ну, во-первых, конечно, хорошо, что есть уже, судя по новостям, судя по тому, что публикуются какие-то конкретные договоренности о том, как развивать интеграцию. Но чем хорош этот формат? Он хорош тем, что он позволяет выбирать, какие пункты для партнеров здесь наиболее важны, какие наименее важны. И то, что, главное, сама идея разноскоростной интеграции на постсоветском пространстве, она в этом отношении очень продуктивна. Какое-то направление важно для Беларуси, какие-то направления важны для Армении. Здесь нет необходимости копировать, хотя мне кажется, что, в принципе, идея углубления интеграции, ускорения интеграции, становления более тесных и более доверительных отношений и на уровне государства, и на уровне компаний, и на уровне людей, это очень важно. И это та вещь, которая в любом случае нам понадобится, и это та вещь, которая в любом случае перенесет пользу. На днях также исполняется годовщина 44-дневной войны в Карабахе. 27 сентября в прошлом году началась война. Год спустя, как вы оцените действия России? Потому что некоторые эксперты считают, что Россия и ОДКБ были недостаточно активны в предотвращении войны. Я полагаю, что предотвращение войны... И остановление уже в процессе. В том, что касается и предотвращения войны, и установления перемирия, я полагаю, что Россия сделала максимум того, что она могла сделать в тех обстоятельствах, которые были. Учитывая баланс сил, учитывая обязательства, которые у России были, и, что немаловажно, обязательства, которых у России не было, учитывая статус Нагорного Карабаха, учитывая ход переговоров, которые были в протяжении многих лет до этого, Россия, ну, об этом говорили и первые лица России в том числе, я имею в виду и президент, и министр иностранных дел. Подход России по поводу районов, прилегающих к территории бывшей Нагорно-Карабахской ССР, а СССР, он был известен. И я боюсь, что ожидать от России, что она этот подход изменит, было бы странно. При этом Россия оказала очень масштабную помощь Армении, я имею в виду помощь военно-техническую, и объемы ее были очень велики даже в масштабе всей той помощи, которая оказалась исторически, по некоторым оценкам, до четверти. Ну, то есть до четверти по отношению от всего объема поставок, сделанных с 1991 года. Россия оказывала серьезное давление на Турцию в виде военных учений, в виде ударов в Сирии, на территории Сирии. Россия предоставила миротворцев и понесла потери. В процессе миротворческой операции об этом никто в Москве, конечно, не забывает. И я хорошо понимаю тех армянских коллег, тех армянских наблюдателей, которые говорят, что это мало. Я думаю, что если бы я был на их месте, я бы говорил то же самое. Но, пытаясь взвешивать это сейчас, тем более почти год спустя, я думаю, что Россия сделала на тот момент максимум, что она могла в тех условиях, которые были. При этом, ну, я не скрою, то есть я не считаю, что я не могу высказать свое личное отношение к происходящему, к происходившему. Для меня и для многих людей в России то, что произошло, было большим ударом и большим разочарованием. И понятны те риски гуманитарные, которые были в ходе войны и после нее. Я был одним из авторов обращения организации Архнадзор к президенту России с просьбой взять под охрану памятники армянского историко-архитектурного наследия на территории Карабаха и на территории прилегающих районов. Произошедшее в любом случае было, нарушало подходы России, нарушало то условие, которое Россия считала и считает одним из самых важных, а именно о том, что такого рода конфликты не должны разрешаться силой. К сожалению, восторжествовало право сильного. 9 ноября было подписано соглашение о прекращении огня, но мы видим, что до сих пор мир не установился в регионе, на границах ситуация очень нестабильная, до сих пор стороны несут потери и в чем причина, что вот это вот соглашение, оно не действует, как это было написано вот на бумаге. Все пункты, вообще практически ни один пункт не выполняется. Это очень хороший вопрос, и я думаю, что многие дипломаты в Москве дорого бы дали за то, чтобы иметь ответ на этот вопрос. Возможно, возможно. Дело в том, что это еще одно подтверждение того, что силовое решение не может быть устойчивым. это подтверждение того, что невозможно за счет какой-то силовой акции, за счет войны, пусть даже и успешной, создать ситуацию, в которой стороны будут готовы друг с другом соглашаться, в которой стороны будут готовы идти на какие-то компромиссы и договоренности, а любой компромисс и любая договоренность, они предполагают определенное доверие и определенный риск, потому что это доверие может быть обманут. И странно ожидать, что, например, Армения пойдет согласиться с условием, точнее, будет выполнять условия об открытии коммуникации между Азербайджаном и Нахичеванью в ситуации, когда армянские военнослужащие находятся в плену у азербайджанской стороны и их не выдают под странным предлогом. Было бы странно ожидать, что Армения пойдет на разблокирование коммуникаций в ситуации, когда ее собственная граница находится не в безопасности. Я сейчас не говорю о том, что есть договоренность о границе, нет договоренности о границе. Понятно, что есть советские карты, ничего другого тут, что-то другое тут вряд ли можно придумать, но если говорить о дороге, которая проходит по границе в сторону Ирана, ну странно ожидать, что Армения пойдет на разблокирование коммуникации в Нахичевань, если на этой дороге такая обстановка. Странно, если Армения тоже будет соглашаться с разблокированием коммуникации в ситуации, когда в Баку говорят, я очень мягко скажу, не очень дружественные, в Баку звучат не очень дружественные по отношению к Армении заявления. С другой стороны, ведь это тоже последствия силового решения, это тоже последствия войны, последствия того, что был принят именно военный путь. был выбран. Очень сложно остановиться после того, как ты достиг какой-то военной победы. Очень сложно сказать в первую очередь самому себе, что есть грань, которую переходить не стоит. Есть азарт, есть упоение победой. В таких условиях трудно объяснять собственному общественному мнению, почему сейчас нужно идти на какие-то уступки. Нужно идти на уступки для того, чтобы был мир. И этот мир, долгосрочный мир, устойчивый мир, миром, которым в равном степени довольны и недовольны все стороны, недостижимы военным путем. Понимаете, трагедия в том, что мы снова убедились в этой простой истине, которую все повторяют, в которую никто не верит, что военного решения нет. Даже если вдруг кажется в некоторых случаях, что оно может быть возможно. В военном конфликте была еще одна сторона, активный участник, это Турция, которая всячески поддерживала Азербайджан. И после уже окончания они подписали Шушинскую декларацию, то есть там тоже процесс интеграции происходит Турция, Азербайджан, у них даже девиз два народа, два государства, один народ. Также там Пакистан уже присоединяется. После войны изменился ли баланс сил в этом регионе? То есть кто выиграл? Турция стала, ее вес в регионе увеличился, можно ли сказать, что она попыталась как-то или возможно уже частично вытеснила Россию из этого региона? Ну что касается того, что вытеснила, я думаю, что из Еревана это виднее, чем из Москвы. Где находятся российские миротворцы, где находится российская военная база? Мне не кажется, что это все можно точно описать глаголом вытеснили. Но стремиться во всяком случае, можно сказать? Да, это очень интересный вопрос, потому что на мой взгляд Турция и выиграла и проиграла. Турция конечно получила, нарастила свой престиж, особенно в глазах Азербайджана, это бесспорно. Турция продемонстрировала и свои довольно высокие военные возможности, и Турция продемонстрировала свою готовность применять силу. К сожалению, международная политика в современном мире такова, что готовность применять силу это важная составляющая внешнеполитического влияния. С другой стороны, если мы сравним то, что Турция получила с тем, что ей хотелось бы получить, а именно равный с Россией статус в регулировании в переговорах об регулировании Нагорно-Карабахского конфликта, то это так и не произошло. И с этой точки зрения я бы не переоценивал Шушинскую декларацию, потому что собственно союза обязывающих международно-правовых норм эта декларация не содержит. Это именно декларация. И хорошо, что вы вспомнили про эту знаменитую фразу «Одна нация, два государства». На самом деле она в свое время была сказана не как призыв к объединению, а как обозначение четкой границы, что государство два. И эта фраза в свое время маркировала вот этот сдвиг в политике Азербайджана, от ранней политики Абульфазы и Чебея, когда действительно речь шла об объединении, о том, что это один народ, к гораздо более трезвому взгляду на вещи, которые установились уже после прихода Гейдара Алиева, когда речь стала идти о том, что действительно языковая культурная близость, но государству все-таки два. То есть эта фраза она указывала и на единство, но она в то же время указывала на совершенно определенное недвусмысленное размежевание. И я думаю, что нынешний Баку решает ту же проблему. Как пользуясь естественно всеми теми возможностями и преимуществами, которые дает тесная дружба с Турцией, избежать слишком уж тесных дружеских объятий? Как не потерять в этом совершенно точно несбалансированном с точки зрения мощи партнерстве, как не потерять собственную автономию, как не потерять собственную свободу рук? на мой взгляд, поэтому тем очень ярким речам, которые звучат из Анкары и из Баку по поводу братства и вечной дружбы, на них я бы смотрел несколько более критично, чем обычно это делают комментаторы в сети. Если посмотреть на действия Азербайджана, то часто они открыты провокационные действия по отношению и высказывания действия по отношению к Армении. Мы видим и в то же время Турция также по отношению к России часто какие-то провокационные действия предпринимают. Недавно вот, ну, например, если возьмем тему Крыма, они открыто поддерживают Украину и в Карабахском конфликте они заняли одну сторону Сирии и ряд других, конечно, таких международных сложных вопросов. к чему стремится Турция? Стремится ли она вот в открытый конфликт войти с Россией и возможно ли какое-то такое открытое столкновение, возможно, военное столкновение? Отвечая на последний вопрос, нет, я думаю, что это невозможно, потому что потому что цена этого будет слишком велика. Я на этом остановлюсь. И Россия этого безусловно не хочет. Что касается всего остального, здесь я бы сослался даже не на российско-турецкие, а на турецко-американские отношения, потому что, как мне кажется, несмотря на членство в НАТО и многодесятилетний военно-политический союз между Турцией и США, модели этих отношений очень похожи. А именно Соединенным Штатам тоже не всегда бывает ясно, что же именно Турция хочет. На мой взгляд, не как политика, не как дипломата, просто как наблюдателя. Самая большая проблема в российско-турецких отношениях заключается даже не в том, что Турция иногда ведет себя вызывающе, а в том, что за этим поведением не просматривается какой-то долгосрочной цели. кроме той очевидной цели, чтобы в каждый момент времени Турция выглядела круче, чем она выглядела в предыдущий момент времени. А этому служат самые разные задачи. Можно, например, купить российские противовоздушные системы С-400. с другой стороны, не в моральном плане, а в плане того, что происходит. Можно действовать так, как Турция действовала в Карабахе. Это тоже способ демонстрации решимости, силы, готовности отстаивать свой престиж, готовности претендовать на более высокий статус. Но проблема в том, что непонятно, какой рациональный итог, какую рациональную цель в этом преследует Турция. Возможно, специалисты по Турции это знают. Я не специалист по Турции, поэтому мне об этом судить трудно. И ведь посмотрите, слова о тюркском братстве, и одновременно наследие Османской империи звучат. В том числе и в отношениях к Азербайджану. Ну, в отношениях к Азербайджану прежде всего отсылка к турецкому братству. Но есть ли за этим какой-то крупный интеграционный проект, какие-то крупные инвестиционные проекты, какие-то большие идеи, какие-то большие процессы, в которых все эти страны, которых Турция считает либо наследием Османской империи, либо братьями-тюрками, в которые они бы все собирались. Отдельные какие-то инициативы есть, но из этого не складывается никакая общая картина. Турция как один из многих в мире претендентов на древнее имперское наследие, на самом деле больше об этом наследии говорит, чем создает какие-то новые инициативы, новые проекты, которые призваны каким-то образом укрепить, усилить ту общность, к которой она апеллирует, к которой она обращается. Россия, для России Турция, насколько я могу об этом свидеть, не всегда оказывается, тоже скажу мягко, не всегда оказывается удобным партнером. Но и Турция во многих случаях оказывается соперником. И один из таких случаев это Чавказ. Южный Кавказ. Но в то же время Турция оказывается и партнером в том, что касается экономики, в том, что касается ядерной энергетики. Потому что строительство атомной электростанции это очень крупный проект, который очень тесно связывает две страны. Турция важна и цена для России, по крайней мере, в каких-то тактических отношениях, тем, что она склонна к фронте в отношениях со своими западными партнерами. И я думаю, что российско-турецкие отношения на будущее останутся вот этим очень сложным сплавом, очень противоречивым сплавом соперничества и сотрудничества. еще один очень важный вопрос про российско-армянские взаимоотношения. После революции 1918 года известно, что с российской стороны было очень много недоверия, и это оправдано, потому что к власти пришли те силы, которые в свое время выступали против России, против Евразийского экономического союза и всего того, что связано с Россией. Также есть мнение, что Россия во время 44-дневной войны с учетом этого отношения не совсем доверительного к Армении, тоже не совсем активно действовала. Сейчас, на ваш взгляд, сохраняется ли какое-то недоверие к руководству или все же союзнические отношения должны были быть и как были раньше, сейчас они на том же уровне? Я думаю, что 2018 год был таким тестом для союза России и Армении. И 2018 год показал, что сами институты этого союза, включая сюда и экономическое сотрудничество, включая военное сотрудничество и многое другое, сильнее, чем политическая конъюнктура в той или иной стране. И эволюция, которую проделали взгляды, или, по крайней мере, заявления тех, кто пришел к власти в 2018 году в последующие годы, показывает, что эти отношения выгодны обеим сторонам, и что отказываться от них нет никакого резона. В России, насколько я мог это заметить, достаточно хорошие дипломаты и люди, вообще все те, кто отвечают за выработку и реализацию внешнеполитического курса. И эмоциональная составляющая тех или иных процессов, тех или иных отношений, для них способны ее отфильтровать от содержательной. И сказать, что существовала проблема недоверия как острая проблема, любая международная переговора, любая международная политика, любая внешняя политика, она все равно исходит из какого-то недоверия. Не потому, что те, кто ее проводят плохие, или их партнеры плохие, а просто в силу природы международной политики. И обратите внимание, что контакты были установлены очень скоро, что действительно были какие-то публичные шероховатости, но российские дипломаты очень быстро стали говорить, что отношения налажены, что новые люди пришли и с ними продолжается та работа, которая велась и с прежними. Ну и что есть институциональная база для этого союза, которая сильнее политической конъюнктуры. Что касается действий России во время войны, я полагаю, что Россия сделала максимум того, что она могла сделать. И конечно никакого просто в выборе того, каким образом действовать, никакой роли не сыграло, кто в данный момент находится у власти в стране союзники за безопасность, которой Россия отвечает. Так что, на мой взгляд, в России точно нет желания разрушать уже построенное из-за того, что по причине того, кто придет к власти в Армении. В конце концов, это дело избирателей Армении решать, кто будет руководить страной и как он будет это делать. А Российско-армянский союз остается Российско-армянским союзом. Еще раз повторю, он сильнее политическая конъюнктура, важнее политическая конъюнктура и дольше политическая конъюнктура. Другое дело, что, скажем, более интенсивные контакты, конечно, нужны. И нехватка этих контактов, нехватка каких-то позитивных предложений со стороны Еревана по тому, как развивать отношения дальше в Москве ощущается. Но я думаю, что у наших дипломатов есть способ донести по этому поводу своей инициативы и свои предложения и свои озабоченности, если они есть. Сейчас, когда сформированы уже новые органы власти и в Армении началась уже такая полномерная работа по государственному строительству, я думаю, что эти контакты будут восстановлены. Николай Юрьевич, спасибо большое за интересное интервью. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова